Ну собственно всем привет, вы на канале Вайтарт и сегодня мы поговорим на одну и такую интересную тему, что купить в 24 году для игр. Консоль или ПК? ПК или консоль, а может быть всё и сразу. Ну что же, давайте начинать. По большей части речь сегодня пойдёт про PS5 и ПК, так как у меня и то и то имеется в наличии, про Xbox я только могу сделать предположение, так оно или нет. Поэтому обладатели данной консоли приглашаются в комментарии для обсуждения, и стоит ли его покупать или же нет. Также я себе приобрёл подписку Xbox Game Pass Ultimate и мне показалось, что те игры, которые якобы эксклюзивы Xbox, есть и на ПК. К примеру, Starfield или Forza, Halo все части имеются, но я могу и ошибаться, напишите про эксклюзивы Xbox в комментариях, и такие же они как у Sony крутые или же всё-таки слабые и ни о чём. У Sony очень много эксклюзивов, но они теперь выходят и на ПК, но в отличие от Starfield, многие эти эксклюзивы от Sony выходят через некоторое время, а не сразу. Итак, что же купить ПК или консоль? Если есть деньги, то можно приобрести оба или даже три устройства, чтобы играть. Но если бюджет только на что-то одно, и давайте мы теперь разберёмся в плюсах и минусах каждой платформы и начнём, наверное, пожалуй, с цены. Я свою консоль брал за 49 тысяч 69 на авито с доставкой, плюс дополнительно ещё был SSD диск на 1 терабайт, поскольку в самой консоли всего доступно 600 гигабайт из 800. И да, консоли рекомендуется докупить внутренний SSD диск плюс подписку, чтобы играть в онлайн игры. Сейчас же на авито новые консоли стоят от 43 тысяч до 50 в зависимости от ревизии с дисководом или без, а также слим или обычная. Моё мнение такое, надо брать ПК с дисководом, так как неясно, когда прикроют лазейки для покупки игр и когда вернут возможность без костылей и посредников покупать данные игры. Но про это мы поговорим чуть позже. Так, онлайн трейд ДНС с цены уходят за 50 тысяч и могут дойти до 70. Конечно, можно выцепить консоль и на мегамаркете с купоном на скидку, но они любят задерживать доставку. До меня так монитор с мегамаркета и не доехал. И самое главное, вообще никакой не было информации. Сколько же стоят сейчас современные ПК? Давайте посмотрим на вот эту табличку. Это табличка с моим ПК, который сейчас у меня на текущий момент выполняет все мои функции и требования. Стоит он вот столько. 144 тысячи 646 рублей без учёта различных мышек, клавиатур, микрофонов, монитора. Вот просто блок питания цельный. И вот все его комплектующие, которые сейчас установлены в моём ПК. И давайте теперь посмотрим, сколько сейчас стоит собрать хорошее ПК, если учитывать тот факт, что некоторые комплектующие, например, вентиляторы снят с продажи, блок питания тоже надо искать другой, SSD диск тоже нужен другой, RTX 3070 сейчас вы не найдёте в продаже новую. Ну, где-нибудь, может, найдёте на Мегамаркете, но именно вот в обычных магазинах её уже нету. И именно снят с продажи процессор за ту стоимость, которую я брал, именно на Алиэкспресс я его брал. И вот за такую стоимость его больше нет. Соответственно, все снятые с продажи блок питания мы меняем на Deepcool. Вентиляторы тоже меняем на похожие Арктики, но немножко другие. То есть здесь у нас был набор, здесь мы ставим просто по одному. Ну, соответственно, стоимость удорожается. Можно любые, в принципе, вентиляторы на 140 мм, которые вам нравятся. В принципе, SSD диск так и остаётся, просто там в магазине поменялась страничка с этим диском. Вместо 3070 я уже предлагаю ставить 4070 на 12 гигабайт оперативной памяти в видеоядрам. Ну и также AMD 5700X, но только уже чуть дороже он сейчас стоит. Ну и то же самое, чуть-чуть дороже стоит материнская плата. Соответственно, вот такая стоимость у нас получается в итоге. 168522 рубля. И это с учётом того, что мы не вносим в эту стоимость ни клавиатуру, ни мышку, ни монитор и так далее. То есть это полноценный вот корпус, который стоит у вас под столом, на столе и так далее. Теперь же давайте попробуем прикинуть такую сборку ПК по цене консоли. Максимально консоль стоит в магазине 70 тысяч рублей. На Авито, естественно, дешевле. Соответственно, давайте смотреть, что я в эту сборку хочу внести. Это одна из возможных сборок. То есть вы можете в комментарии накинуть свою сборку по цене консоли. И будем смотреть, что у нас из этого получится. Я собираю на райзене процессоре. И ядром у нас будет 5600G. Данный процессор я уже как бы тестирую. Он неплохой. И к нему, в принципе, можно подогнать вот такую недорогую материнскую плату. Asus Prime B450+. И вот столько она стоит. Соответственно, в эту сборку я предлагаю ставить сразу 4060. Конечно, карточку можно поставить и подешевле. Но чтобы она тянула все, в принципе, игрушки, лучше, конечно, останавливаться на 40-й серии. Корпус у нас из сборки нашей, которую мы с вами собирали. Память тоже самое из этой же сборки. SSD диск тоже из этой же сборки. Блок питания тоже из сборки, которую вы уже видели. И только вместо кулера для процессора я предлагаю ставить все-таки водяное охлаждение на процессор. То есть я выбираю здесь самую, ну такую дешевую водянку от ID Cooling на 120 мм. То есть одно вентиляторное водяное охлаждение, которое мы будем ставить на заднюю часть нашего корпуса. Ну и те же самые вентиляторы Deepcool TF120S, которые стоят на текущий момент в обоих ПК. И в игровом, и в офисном, которые я показывал. И они себя зарекомендовали очень хорошо. Соответственно, здесь у нас все новое. Прошу обратить внимание, то есть не БУ детали, все детали новые. Единственное, здесь у нас процессор берется на Авито. Это просто рандомный продавец, которого я нашел по приемлемой цене. И то же самое с видеокартой. Там двухвентиляторная модель. И стоит она вот на Авито новая вот столько. То есть уже такого предложения может и не быть. Это я просто на конец февраля, начало марта взял такую цену. Нашел продавца, посмотрел. Вроде все новое, вроде все хорошо. Вроде более-менее. И корпус у нас для ПК тоже из нашей сборки. Соответственно, вот такая примерно цена 64495 рублей. И это, надо сказать, даже дороже, чем купить уже готовую консоль. У которой будет в комплекте DualSense. А это просто у нас тоже самое корпус. Соответственно, к нему еще нужна клавиатура, мышь. Это еще удорожает стоимость. Плюс какой-нибудь монитор. Если говорить про производительность, то ПК, естественно, может быть мощнее. Поскольку консоль все-таки имеет близкий к ноутбучному форм-фактор сборки железа. Но плюс консоли в том, что у игр для нее хорошая оптимизация. Во всяком случае, в играх, в которые я играл, каких-то проблем с лагами я не замечал. Но и счетчика там тоже нет, чтобы посмотреть, как идут игры и сколько FPS. Хотя можно вывести показатели FPS на мониторе, если у него имеется такая функция. С ПК, конечно, большая вариация сборок. Но все равно можно столкнуться с тем, что топовое железо не тянет на ультрах игры. На консоли, к сожалению, нету полноценных настроек графики, только пресеты. И я во всех играх играю на пресете производительность. Поскольку игра идет плавно, а в режиме качества нету никаких отличий в графике кардинальных. Только FPS с 60 опускается до 30. И мне так играть не нравится. Но для PS5 не так много игр, которые сделаны по данную консоль. Или же есть выбор пресетов графики. К примеру, Far Cry 5 или Far Cry New Dawn только в 30 FPS. Хотя где-то мелькала в интернете информация про оптимизацию игры под PS5. Итак, в консоли установлены кастомный процессор и видеоядро от AMD. Если взять связку процессор и видеокарты от ПК, то примерно в PS5 стоит 3700X и RTX 3060. Это тоже информация из интернета. Если это не так, поправляйте меня в комментариях. Итак, ПК у нас, естественно, более универсальная вещь, на которой можно делать много чего разного. От просмотра интернета, монтажа, игр, обработки фото и так далее. Но, к примеру, для работы можно взять и ноутбук. Он мобильный и можно найти дешевле, чем ПК. Консоль – это только игры и просмотр фильмов. И всё. Покупая консоль, вы фактически можете из коробки её сразу использовать. Включил, вошёл или создал аккаунт и поехал покупать игрушки. ПК надо собрать или заказать сборку. Установить или заказать установку винды. Можно, конечно, купить готовый ПК, но с этим надо быть осторожным. Есть несколько интересных моделей у Asus MSI, которые размером с консоль. Но это полноценные ПК. Соответственно, получается, что консоль легче в использовании после магазина, чем ПК. Помимо самого блока ПК, будет нужен монитор, клавиатура и мышь, колонки или наушники. Для консоли, по сути, нужен только телек или монитор. Если с телеком, то всё. Если монитор, и там нет встроенного звука, то опять же колонки или наушники. Но устройство управления, а именно контроллер, уже в комплекте. И вот мы подошли к самому сложному процессу, который пока не упростился. Это покупка игр. Но пока ещё остались возможности купить игры в Steam без посредников и на свой аккаунт. Это было через Kiwi, а сейчас вроде МТС Банк позволяет пополнять счёт вашего кошелька Steam. Другие сервисы не тестил. Если кто знает ещё варианта без посредников самостоятельно и через карту наших банков, пишите в комментарии. Ну и также имеется покупка игр через посредников и так далее. С консолью сложнее. Я оформлял турецкий аккаунт, и там самостоятельно никак не пополнить кошелёк. Только через посредников с доступом другого человека к вашему аккаунту. Но самый простой способ на консоли – это покупка диска. Да, дороже, но зато просто. Поставил, скачал игру и играешь спокойно. Но есть одно но. Без диска игру не запустить. Нужно обязательно вставлять диск. Но если же он выйдет из строя, то потом уже всё. Не поиграешь. Но, к примеру, диск можно попробовать продать, если уже наигрался и не будешь играть в данную игру. На консоль обязательно нужна подписка, чтобы играть в сетевые игры. Плюс подписка Экстра или Делюкс обладает большим количеством игр. И это не хрен, пойми какие игры, а ААА проекты, как Ассасин Скрит, Хорайзен и так далее. На ПК тоже есть Xbox Game Pass Ultimate, но она не так обязательно, как на PS5. Её можно оформить, чтобы иметь возможность играть в разные игры по цене одной. Самое правильное, я считаю, такие подписки оформлять на год. Чтобы оформить и не париться с продлением и не переживать, что подорожало. Теперь про эксклюзивы. Пока только Gran Turismo 7 и NHL не выходили ещё на ПК. Остальные уже либо вышли, либо скоро выйдут. И тут кажется, что PS5 тоже не нужно, так как во всё можно будет сыграть. Но всё-таки ещё данные эксклюзивы выходят не сразу после релиза, а через год или два. Но как по мне, есть игры, которые удобно играть на геймпаде, а есть только те, которые удобны на клаве мыши. Также сейчас имеется проблема с некоторыми играми, в которых нет русского языка, хотя бы текста, не говоря уже об озвучке. Соответственно, если знание языка никакое, то для таких игр нужен ПК. Поскольку можно накинуть русификатор, экранный переводчик, а в скором времени, мне кажется, будут делать больше озвучек для игр, если ничего кардинально не поменяется на рынке. К примеру, у Хогвартса есть озвучка. На консоли только то, что было заложено разработчикам. Более ничего не накинешь. Но ежели это не так, пишите, какие тогда способы есть на PS5. Теперь поговорим про дополнительные устройства, которые можно подключить. К ПК подключается почти любое стороннее устройство, геймпады, камеры, рули и так далее. А вот с консолью всё сложнее, не знаю как с PS4, но к PS5 не каждое устройство подключишь. Не любой руль можно подключить, а которые официально имеют поддержку PS5. Таких моделей пересчитать по пальцам. Есть, конечно, методы подключения неподдерживаемых рулей, но тоже там надо потанцевать с бувном. У некоторых моделей есть переходник-модулятор, который эмулирует обратную связь поддерживаемого устройства на неподдерживаемом, который подключён к консоли. Клава-мышь подключается даже обычная, но есть мыши, которые определяются системой не как мышь, а как геймпад. Но на клава-мышке очень мало игр, которые имеют такую поддержку. В основном все игры только на геймпаде и играются. Также нет возможности подключить сторонний геймпад к консоли. Тоже мало моделей, которые имеют поддержку консоли и все эти модели с заоблачными ценами. Ни одной меньше 5000 рублей. Не все микрофоны работают с консолью, но это специфическое устройство, которое не всем нужно. Теперь поговорим про функционал для узкого круга лиц, которые пытаются пилить контент, связанный с играми. На ПК всё ясно, программу установил и погнал записывать или стримить. Но самое интересное, если записать геймплей с консоли, то качество картинки будет лучше, чем к примеру с Shadow Play. На консоли есть три способа записи или стрима. О этих способах я уже подробно рассказывал в другом видео. Скажу одно, с консоли сложнее сделать запись и если записывать летсплей непосредственно с самой консоли, то там будет отвратительный звук с микрофона, какой бы к ней не подключил. Что же по итогу, если есть деньги, то можно приобрести два устройства и ПК и консоль. К примеру, на консоли можно играть в игры с компанией, а на ПК играть в сетевые игры, шутеры и так далее, где быстрый геймплей. Если рассматривать устройство для симрейсинга, то это несомненно ПК, так как к нему будет больше просто выбор рулей. На консоли всё же меньше. Если играть в обычные одиночные игры, то можно консоль, а для работы какой-нибудь мощный ноутбук. Для игр в шутеры консоли нужен телек или монитор, у которого частота экрана больше 60 Гц, желательно 120. Например, в Call of Duty очень заметно, когда в игре 60 FPS и как играется, и когда уже больше и как уже играется тогда. Если денег на что-то одно, то однозначно сначала ПК, а со временем консоль для эксклюзивов, таких как Gran Turismo. Плюс все порты от Sony выходились с не очень хорошей оптимизацией, когда как на консоли всё-таки всё плавно и без призов. Horizon Forbidden West идёт замечательно. Но это моё мнение и наблюдение, так как во всём, во что я играл, проблем с оптимизацией не обнаружил. В общем, при наличии бюджета на крутой ПК, однозначно надо его собирать. И я бы так и сделал, если бы сейчас собирался покупать. А потом впоследствии взял бы консоль. Но у меня так и вышло. Сначала был комп, который апгрейдился со временем, и вот не так давно уже купил себе консоль. Хотя первоначально я рассматривал сборку второго ПК под различные автосимуляторы. Если же бюджет до 50 тысяч, то лучший консоль с приводом. Покупаем диски, проходим и пытаемся потом их продать. А так пишите, что бы выбрали вы. С вами был канал Вайтарт. Всем спасибо, всем удачи.